Всем привет! Вы на канале Анна Раника и в этом выпуске мы поговорим с вами о том, как выбрать кокос, как легко и быстро его открыть. Первое, обращаем внимание на его поверхность. Если кокос покрыт редкими волосками, то он теряет свои потребительские качества. У такого плода можно обнаружить плесень или черные пятна. Второе, на что мы обращаем внимание, это на три углубления. Благодаря им и пошло название кокос, что походит от испанского коко. Оно и означает гриммасса. Когда европейские мореплаватели нашли кокос, им он был похож на морду мартышки. Так какой вид должны иметь эти углубления? Ни в коем случае не должны быть черными или влажными. Наверняка уже внутрь попали бактерии. Лучше выбирать углубления в цвет кокоса. Третье, кокос нужно потрясти. Если хорошо слышна жидкость, значит кокос хорош. Чем больше жидкости, тем лучше кокос. Внутри кокосовая вода. Не путайте с кокосовым молоком, которое перерабатывается с мякоти кокоса. Обязательно смотрим, чтобы он был целым и не было никаких повреждений. Теперь мне нужно открыть кокос. Для начала нам необходимо сделать отверстие. Для этого я буду использовать тонкий кухонный нож. Ждем, пока стечет жидкость. Для открытия кокоса я буду использовать кухонный нож. Обухом лезвия мы бьем по центру кокоса и периодически проворачиваем его. На открытие кокоса у меня ушло 2 минуты. Так у нас получились две ровные части. Это в первую очередь важно для фудфлористов, которые делают композиции с добавлением кокоса. Две ровные половинки будут гармонично смотреться в ваших композициях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментарии, каким способом вы открываете кокос. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok